И мы снова возвращаемся во Дворец Республики, где работает наша выездная студия. На связи с нами Александр Хоровец. Александр, доброе утро. Какие обсуждения сейчас идут в кулуарах Дворца Республики? Доброе утро, коллеги. Вы знаете, общаясь с делегатами в кулуарах, понимаю, что люди под большим впечатлением после первого дня Всебелорусского народного собрания. Активно обсуждают как выступления главы государства, так и дельное предложение тех, кто уже успел с трибуны Большого Зала поделиться своим видением развития нашей страны. Уверен, что и день второй здесь, во Дворцере, обещает быть не менее насыщенным. Ну а небольшие предварительные итоги дня минувшего прямо сейчас обсудим с губернатором Гродненской области Владимиром Каранником и председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой. Приветствую вас, уважаемые. Доброе утро. Доброе утро. Владимир Сергеевич, на ваш взгляд, какие самые важные идеи прозвучали накануне? Самое главное, скажем так, что Всебелорусское народное собрание – это рабочая площадка, прежде всего, где звучат и предложения от самых частных до самых стратегических, поскольку жизнь наша состоит из разных вопросов. И очень важно, чтобы была та площадка, которая является Всебелорусским народным собранием, где эти вопросы можно задать и не только задать, но и обсудить. И самый главный вопрос, что жизнь не стоит на месте, вокруг нас меняется мир. И мы для того, чтобы четко понимать, куда мы идем, как мы идем и как мы развиваемся, для этого мы должны собираться вот таким составом и обсуждать эти вопросы. То, что, собственно, и происходит. Абсолютно рабочая обстановка. И самое главное, что здесь все люди, которые заинтересованы, чтобы наша страна становилась лучше, сильнее и комфортнее для жизни. Владимир Степанович, президент затронул тему конституционных изменений, в частности, тему передачи полномочий на места. Полномочия, это, конечно, хорошо. Но готовы ли сегодня небольшие регионы, райцентры, власти брать эти самые полномочия на себя и нести потом за это ответственность? В первую очередь, если будут ошибки, а ответственность перед народом? Ну, на самом деле, я считаю, что эта работа не должна быть работа ради работы. Если мы говорим о передаче и распределении полномочий, то должна быть выверенная оценка, какие полномочия необходимо передать на места для того, чтобы оперативно решать возникающие вопросы, которые волнуют людей на местах. И чтобы компетенция руководителя, которым переданы полномочия, позволяла эти вопросы решать. И я думаю, что часть полномочий, действительно, мы это активно обсуждали, этот вопрос обсуждался с регионами, этот процесс уже начат, что те полномочия, которые можно решить на месте для того, чтобы оперативно решить вопросы волнующих людей, их надо и передать на месте. А для этого есть, в конце концов, и облсполком, и совмин, что есть часть вопросов, которые можно и решить, и проконтролировать их выполнение на уровне, более, скажем так, низком уровне, а не выносить это на уровень главы государства. Михаил Сергеевич, ну, в центре всей социальной политики нашего страны это, прежде всего, человек, простой труженик. А сегодня на белорусов, белорусок, они испытывают неимоверное давление извне, когда их постоянно пытаются, что называется, расшатать. Вот как Федерация профсоюзов готова, я знаю, что вы уже защищаете, но какие еще методы будут предприняты для полнейшей защиты наших граждан? В первую очередь, в стабильном заработке, наверное, в уверенном завтрашнем дне. Знаете, самое главное, чтобы сегодня не было двойных, или, как говорят, вообще уже даже тройных стандартов. И когда мы говорим о том, что сегодня применяются какие-то санкции извне, надо понимать, насколько это все законно. И если сегодня уставом введенных наций четко запрещено, что санкции не могут применяться, они могут только применяться в одном случае, если это угроза миру и стабильности. Сегодня наши предприятия никому не угрожают, сегодня наши предприятия не нарушают никаких международных национальных затрат. Они работают, торгуют, выпускают продукцию. И когда такие применяются санкции, это не что иное. Как я уже и говорил, это война против простых белорусов, потому что можно все рассказывать красиво, можно что-то недоговаривать, можно что-то перевернуть, но правда остается правдой. Если применяются санкции, они в первую очередь будут бить по простому человеку, по его карману. И здесь нельзя допустить, чтобы эти незаконные действия были воплощены на практике. Ну и правда в том, что более миллиона человек подписали письмо открытой протестации. Да, если быть более точным, 1 миллион 132 тысячи за неделю было подписано. Это протест людей, люди возмущены. Почему сегодня мы никому не мешаем, никому не угрожаем, а сегодня таким образом незаконными действиями стараются нанести ущерб и лишить людей труда и заработной платы, стабильности их семей. И это, конечно, недопустимо. Владимир Степанович, буквально последний вопрос. За последние годы государство действительно вложило немало денег в развитие аграрного сектора, в частности, села. Ну и вы тем более уже как полгода работаете, что называется, на земле. Но есть же проблема оттока кадров из сельской местности в городскую. Вот как нам закрепить сегодня человека труда на той земле, где он родился, чтобы он действительно пригодился? На сегодняшний момент жизнь показала, что на земле можно тоже эффективно вести бизнес и получать прибыль. И в Родинской области есть психозпредприятия «Флагманы», где достойный уровень зарплаты, где всем специалистам выделяется жилье, где они работают в достойных условиях. И там оттока кадров нет. Люди понимают о том, что можно и нужно жить, работать на земле, получать достойную зарплату и жить в комфортных условиях. Поэтому основная задача, как и поднимал в выступлении наш председатель Лицкого райисполкома, это убрать неравномерность результата в сельском хозяйстве, чтобы у нас по-прежнему остались флагманы, но мы помогли отстающим предприятиям выйти на уровень выше среднего, обеспечивающий достойную зарплату, достойный образ жизни. И тогда в любом случае будут люди, которые будут оставаться на земле и работать на земле. И не будут стремиться в города, потому что часто это стремление именно за работой, а не потому, что они не хотят жить в деревне. Ну что ж, благодарим наших гостей. Спасибо, Михаил Сергеевич, Владимир Степанович. Напомню своим видением развития страны в ближайшие пять лет. С нами делились председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда и губернатор Гродненской области Владимир Караник. Пока на этом у меня все. Мы продолжаем следить за вторым днем Всебелорусского народного собрания и собирать самую разную палитру мнений, касаемых развития нашей с вами Беларуси. Спасибо, Александр. На связи была выездная студия, которая работает во Дворце Республики. Мы продолжаем.